Какие способы защиты дает право в случае неправомерного лишения кого-то владения какой-то вещью? Если владение вещью был лишен собственник этой вещи, то ему доступен так называемый виндикационный иск или иск обостребовании имущества чужого незаконного владения, по которому собственник вправе требовать от незаконного владельца возврата данной вещи. Причем в данном случае неважно, был ли между ними какой-то договор, надлежащим ответчиком по такому требованию будет любое лицо, у которого в данный момент в незаконном владении находится вещь. Однако можно представить ситуации, когда владение может быть лишен не собственник имущества, а какое-то другое лицо. В нашем праве, если такое другое лицо являлось законным владельцем, например, владело это имуществом на основании договора аренды или на основании какого-либо другого права, ему точно так же, как и собственнику, согласно 305 статье Грданского кодекса, доступен такой же виндикационный иск. То есть он может пользоваться таким требованием, более того, защищая свое право, может на основании этого требования истребовать ему, что даже у самого собственника. Но что делать, если лицу не удастся доказать правовое основание владения вещью, то есть то, что его владение является законным? Не обязательно это какие-то нехорошие люди, которые незаконно завладели чужим имуществом и теперь просят защиты в суде. Дело в том, что иногда такая проблема может возникнуть совершенно у любого собственника, особенно если речь идет о движимых вещах. Вряд ли большинство людей, когда покупают себе какие-то вещи, потом сохраняют чеки, другие документы, которые позволили бы в случае возникновения спора доказать, что именно они являются собственниками или законным владельцем этих вещей. А по иску об истребовании имуществ из чужого незаконного владения первое, что должен сделать истец, это доказать свое право на ту вещь, которую он истребует. Поэтому с такой проблемой могут возникнуть и те лица, которые на самом деле являлись собственниками, но просто теперь не могут доказать своего права или правосохранительного права, являющегося основанием законного владения. В праве существует еще несколько способов, которые могут в данном случае использованы для возврата владения. Не связаны с обязательным наличием права на соответствующую вещь. Вот в римском праву был известен такой способ, как посессорная защита или владельческая защита, по которому не было необходимости доказывать право собственности, когда лицо было, помимо его воли, лишено владения. И цель этого требования было восстановить статус-кво, то есть чтобы просто вернули владение обратно, а уже все возражения, касающиеся собственности, могут исказываться в отдельном процессе. И вот такой способ, он подусмотрен многими современными правопорядками, однако в России, в нашем гражданском праве он неизвестен. Что же в таком случае делать? Ну, небольшой узкий круг ситуации решен в нашем праве в отношении так называемого владения для давности, когда лицо, которое добросовестно владеет как своим имуществом открыто и непрерывно в течение определенного срока имуществом, получает право на приобретение его в собственность. Так вот, в период такого владения, если оно будет, его владение нарушено, оно может защищаться точно так же, как и собственник, кроме, конечно, тех ситуаций, когда это владение будет нарушено самим собственником. Поэтому использование этого способа, конечно, где-то, может быть, и помогло бы, но поскольку точно так же нужно доказывать в таком случае для подъявления этого требования, все обстоятельства, которые дают основания пользоваться этим способом защиты, то, о чем я говорил, открытое, непрерывное владение имуществом как своим, а еще и добросовестно. То есть лицо не должно было знать, когда получал это имущество, что это имущество чужое. И в такой ситуации единственным спасением по действующему нашему законодательству оказывается так называемая кондикция. Кондикция или иск о возврате неосновательного обогащения. Кондикция того самого владения, о котором мы говорим. Согласно статье 1102 Гражданского кодекса, лицо, которое приобрело или сберегло имущество без правового основания, обязано возвратить это имущество тому, за счет которого это обогащение произошло. Но в нашем праве довольно таки распространенно является точка зрения, что иск о неосновательном обогащении, кондикционный иск в данном случае просто недоступен. Потому что многие считают, что получение имущества просто фактическое владение никакого обогащения на стороне приобретателя не создает. Чем мы так считаем? Потому что говорят о том, что обогащение это только тогда, когда лицо приобрело какое-либо имущественное право. А когда лицо завладело вещью, но не получило никакого на нее права, здесь обогащения, говорят, никакого нет. Ведь право собственности оставащего собственника, значит приобретатель никак не обогатился, а собственник никак не обеднел, ведь он может предъявить требования возврата этой имущества чужого незаконного владения. И таким образом говорят о том, что кондикция владения невозможна. Однако в таких случаях мне хотелось бы задать вопрос тем, кто так считает. Давайте попробуем снять с вас рубашку, отнять ее и спросить у вас. Вы ощутили, как вы обеднели или все-таки не произошло никакого изъятия у вас ценности? Мне кажется, вот на этом гротескном примере становится понятным, что ценность владения, она есть владение как такового, независимо от того, сопровождается ли это приобретением какого-то права или нет. Ценность владения состоит в том, что практически вот обладая имуществом, вы можете в любой момент, когда вам это заблагорассудится, начать пользование этим имуществом. Это зависит исключительно от вашего решения. Поэтому, конечно же, владение является той ценностью, которую можно рассматривать как обогащение. А, следовательно, и применять к этой ситуации, и применять этот способ для защиты права от лишения владения, в том числе того, кто основание законности владения не может оказать. В общем, обращаясь к римскому праву, мы можем увидеть, что римские юристы признавали наличие такой возможности, вот, например, в источниках можно встретить такие изречения юристов. То, что было принесено силой рек, может быть истребовано посредством кондикции. И в данном случае абсолютно не важно, являлся ли собственник тех, например, бревен, которые оторвало, или там лодки, которые оторвало чужого причала и прибило к другому берегу, являлся ли он собственником или нет. Ему достаточно доказать, что его владение этим имуществом было у него, а оснований для приобретения этого владения у ответчика нет. И, конечно же, неправильным были бы ссылки ответчика этого имущества на то, что нет, ты сначала докажи свое право на это имущество, и тогда я только отдам. Потому что у него-то уж точно нет никаких оснований для законного владения этого имущества. То есть он должен вернуть полученное обогащение, выражающееся в этом фактическом владении, тому, от которого он это имущество приобрел. И в современной судебной практике возникают иногда такие дела. Вот однажды был спор, который осматривал суд. Был заключен между кооперативом и другой организацией договор аренды помещений. По этому договору помещения были переданы во владение арендатору, но впоследствии выяснилось, что договор является незаключенным. И арендодатель потребовал возврата этих помещений, ссылаясь на то, что эти помещения используются арендатором незаконно, без правового основания. Однако ответчик стал ссылаться на то, что право собственности, естественно, это имущество не доказал, а следовательно, он будет дожидаться, когда к нему придет собственник и предъявит требование возврата владения. А лицу, которое является незаконным владельцем, он возвращать не будет. Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации удовлетворил иск о возврате этих помещений, указав, что раз ответчик приобрел это имущество именно от истца, и у самого у него нет никакого правового основания для владения, то он должен вернуть это имущество истцу. Вот в таком случае как раз и произошла та самая кондикция владения, которая позволила защитить нарушенный интерес этого лица. Редактор субтитров А.Семкин